приветствую всех любителей дружественных поселений не только это просто панк и мы продолжаем на улице минус 20 14 день скоро будет минус 30 потом минус 40 и опять начнутся проблемы хотя проблемы по большому счету никуда не уходили потихоньку разведываем карту потихоньку ищем новые поселения нашли вот горячие ручьи горячие ключи царям ручьи ключи но не суть они поставляют нам пищи мы им помогаем обустраиваем у них жилища то есть ремонт насоса нужно груз в помощь уже в пути вот тут скорее всего что-то еще будет какое-то поселение надо будет разведчиков отправлять туда потому что чем больше дружественных поселений тем лучше в борьбе с ублюдским не лондоном который нас просто не заводит что еще мы ждем разведку 1 разведку 2 людей это мы отправили а это мы получаем металл и сырую еду с едой сейчас проблем вроде как нет пока что по крайней мере что мы изучаем мы изучаем термо утепление больниц да 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 больниц он пункты лазареты дома опеки именно так почитал я ваши комментарии спасибо за комментарии за советы я все это читаю и стараюсь этому следовать и все это конечно же ценю посоветовали мне лазарет изучить все таки ядра есть вместимость больше плюс тяжело больные если появится этот фу пока их нет и можно будет даже наверное избавиться от некоторых сам пунктов плюс лазарет он насколько я помню потеплее так что есть повод задуматься тут у нас уголь тут никто не работает потому что все собирают вот эту кучу плюс здесь у нас всего 20 человек а 20 потому что все остальные по болезни отсутствовали до хреново как у нас опять сделаем так вот так вот сейчас поменяется что-то еще хуже стало они еще не пришли я думаю бойцовскую арену плюс надо построить есть термоху больниц мы выучили это хорошо и что теперь вот это бы конечно мы сейчас очень сильно по углу проседаем а это у меня выучено и мое фабрика для протезов оптимизации угля паровая лесопилка вот об этом вы еще мне написали что я спрашивал тут значки стали и влияет ли это на ядра это влияет на все спасибо теперь я смело могу это тоже изучать ну давайте наверно лазареты сейчас будет только холодать только холодать и больных станет больше а лазарет в нем вроде как теплее вроде как я пока посмотреть не могу но он вмещает больше и он лечит тяжело больных давайте изучим лазарет у нас сколько 8 часов рамки ребята тут работают до 8 часов хорошо 8 часов я имею ввиду до 8 не 8 8 8 часов у нас не работает никто даже дети так что тяжелые времена поэтому приходится как-то выкручиваться но надежда на приличном уровне на самом деле в недовольство не очень высокая сейчас еще арену поставим бойцовскую и люди вообще будут на подъеме надежда растет недовольство упало великолепно все как мы любим так разведотряд достиг развальной станции древесины и сталь высокое здание метеостанции постепенно построены инженерами винтерхоума не в юге до историю винтерхоума мы все знаем печальная история падение винтерхоума есть даже сценарий так и называется не знаю буду его проходить или нет я вот подумал тут короче это потом как закончим с этим там уже будут разговоры обломки стен и крыши под скрыты под толстым слоем снега над руинами высится только мачте с каким-то старым научным оборудованием если тут есть ресурсы они не стоят усилий да ладно не стоит нормально 1316 тут у нас что стальной мост а тот самый мост который мы разведали тогда мы же дошли до моста мы на этом мосту автоматона нашли в ареи в этой в оригинальной компании если кто помнит а тут где винтерхоум не думаю что там что-то есть но давайте винтерхоум сходим наверное нам на мост о чем он перец а тут больше ничего нет особо такого ценного я думаю когда люди придут люди придут через 14 часов нам нужно еще дома будет поставить не то возвращаемся домой арена работает немного даме советовали убрать один дом и поставить арену туда но поскольку я подумал мысль то на самом деле дельная очень хорошая я думаю что не буду так делать потому что я все застрою тут вокруг а это перестройка заниматься ну я не думаю что это так критично так уголь никто не добываю блин нам бы туда 24 часа поставить потому что по углу я сейчас в дерьме честно говоря но ждем людей придут люди там будет видно сюда кинем людей тут уже почти все сдал били ганда ставим значит пятерых сюда это что такое помощь а это самая помощь горячие ключи ваши люди хотят построить у нас в поселении санитарный пункт нам он не кажется необходимостью мы лечимся целебной аурой горячих источников инженерам и вашей медицине мы не доверяем нам здесь такого не нужно лучше помогите чем-нибудь еще я вот уж не знал что они отворот поворот не дадут интересно это нужно нам будет разблокирована санитарный пункт горячие ключи будут недовольны а какой плюс нам там даст санитарный пункт то есть я смогу мне писали что там потом можно будет лечить если не построить санитарный пункт если им нужно будет лечение им придется идти к нам не давайте лучше сделаем так отношения вас часто будут просить принимать решения которые могут повлиять на другие поселения от вашего выбора будут зависеть отношения с этими поселениями решение соответствующие их целям и принципам повысит их лояльность тогда как насаждение собственной точки зрения будет вызывать больше недоверия помните что неверных решений нет и все зависит лишь от ваших интересов лояльность дружелюбие интеллект от осторожность недоверия какой у нас сейчас с нейтралитет один больной интересно конечно интересно пинская им нужен ремонт насоса скорее а не помощь до обновления насоса любопытно так а что им нужно мне сейчас 50 стали придет я могу отремонтировать насос погоди промышленность мы уже что-то ремонтировали я уже подзабыл честно говоря им нужно что-то связано с едой ну вот ремонт насоса 30 50 и одно ядро давайте отправим может это они воспримут с добрыми намерениями повысить производство еды отправьте материалы и персонал для санитарного пункта развития поселения чуть не очень понравилось поселение они такие лечатся народными методами как я понял да ну так выжившие твою мать это это у нас теста грамм да подойдя к чистоколу мы увидели что ворота приоткрыта мы осторожно вошли нас окружили силуэты людей бесцельно бродящих среди зданий они среагировали на нас только когда мы попытались с ними заговорить кажется вьюга отняла у этих людей всех и вся включая волю к жизни можно пытаться приправить их наши ванпост но даже если они согласятся нам придется их сопровождать время непростых решений ребят кто смотрел основную кампанию в моем прохождении и первые dlc понимают что я не белый пушистый в этой игре скажем тогда иногда принимаю такие решения которые могут не обрадовать людей ну на то это и фрост панк у каждого тут свое прохождение я не буду принимать этих людей я не буду их сопровождать их 27 во первых это очень много мне столько не надо не то что мне столько не надо я столько не вывезу это нас же кучу домов и всех их обогревать а сейчас будет только холод они будут есть как не в себя с едой ладно проблем особо нет но куда мне их отправить эти 27 человек можно конечно еще один развит отряд сделать выучить но там изучение не знаю можно ли еще один раз этот отряд нет мы просто уйдем эти люди слишком погружены в трагическое прошлое нет смысла пытаться им помочь да это конечно все очень печально и можете конечно последняя что так поступаю но я думаю в первую очередь а аванпосте на котором мы находимся пошли сюда тогда и потом вернемся домой а уже потом о каких-то рандомных людях да кстати экономиковыми еще напомнили чекать я и пользовался активно в основной компании когда там с углем были проблемы тут же можно смотреть и обогрев домов и количество домов до свободных коек у нас 20 то есть еще один дом можно поставить я просто что-то об этом забыл потому что первое дело все особо не налегала вот на уголь на все это дело добыча угля в день 547 когда сейчас топки включим посмотрим как мы будем по углю держаться так выучите вы почти выучили да у нас сейчас ночью это просто будет прохладно ребятки готовьтесь 15 человек болеют это плохо у нас инженеров нет до нам надо просто всех больных расселить по больничкам чем мороз губанет руины винтерхолма развалины города разрушенного и ранее эгоистичного и компетентного лидера город погиб когда плохо собранный генератор получил неправимое повреждение взорвался не думали что когда-нибудь вернемся сюда это все что осталось от винтерхолма раздолбанные основании генератора беглецы давно ушли и мы не знаем что с ними стало кроме нескольких детишек которые переправили в нью лондон винтерхолм стал памятником человеческому невежеству и гордыне а природа довершила разрушение вьюга покрыла обломки слоем льда и снега и только симметрия высоты провалов напоминает что под белым покровом лежит творение рук человеческих детская шахта уничтоженный автоматом из автоматона можно налутать ядро ладно давайте так так у них просто очень много ресурсов надо их домой же возвращать да потом сюда и потом домой я боюсь мне углящих не хватит честно говоря но не придется ставить смену 24 на уголь я в кухне мороз у нас кухне кто-нибудь работает никто а тут-то детей в кухне включаем обогреватель в кухне в кухне все равно холодно заранее нормально все в кухне нормально а если выключен будет прохладно понял везде вроде пока справляемся как везде тут надо врубить вопрос сколько у нас есть вопрос пауза вопрос сколько у нас есть одна печь три угля в час а улучшенный обогреватель съедает два угля в час если печь сможет обогреть эту местность то лучше конечно урубить печь так да лучше тогда юзать печь может тогда мы выключим здесь обогреватель нет тут не надо тут печь обогреет нам так погоди где можно включить печь можно включить печь вот тут нет погодите тут тут не надо тут работать без печи все пока так едимся живем короче как говорится тут надо врубить обогреватель сейчас пойдет просадка по углю надо чекать уголь очень вовремя на самом деле сейчас придут люди мы их кинем сюда чтобы они уголь ковыряли увеличим у них смену наверное даже не наверное увеличил лазарет изучим отлично бараки надо перестраиваться кстати кухню пока отапливает не будем мы выучим оптимизацию добычи угля что по дереву дерево вообще копейки надо сейчас дерево будет переносить лазарет надо ставить лазарет тепло 2 до базовый уровень лучше паровое ядро съедается он здоровый конечно и надо его куда-то просто я думал если лазареты снести но у нас лазареты так стоят в разнобое я поставил их как кретин и поэтому не получится убрать лазарет и поставить туда этот но просто можно будет потом убрать лазарет и поставить на его место дом вот так надо будет наверно дерево сейчас попросить у этих ребят вы едите в задницу а у вас благосклонность низкая до печально ждем немножко тогда тут что нет угля да да нет угля а тут ноль почему тут ноль они все пять на лечение вы серьезно на 1 убираем всех ждем людей люди пришли ставим здесь 10 человек тут демонтаж и монтируем его здесь продать люди мерзнуть будут скорее всего тут мы все надо ковыряли тут леса нет вот лес тут у нас еще уголь который можно кстати собрать я не представляю как это сделать так надо ставить так чтобы не задевать ресурсы максимум чтобы взять так куда и проложить дорогу 35 человек отлично работаем до города добрались выжившие до нашего города дошла группа выживших они истощены нужен отдых ртт но все понятно все как обычно сейчас сейчас часто заряд построится и всех расселим а в еще дом построить для палатки который потом надо будет грейдить вот сюда поставлю наверное еще заряд этот уберу скорее всего потом так но мы им закрыли все базовые потребности так а почему тут 0 я не понимаю они все идут на стройплощадку я просто первым делом стройплощадку ткнул да это них неправильно подождите так вот лазарет значит мы сколько в лазарете куек 10 мы убираем отсюда где у нас меньше народу лежит вот тут вообще ноль ставим так отопление включать не будем сейчас посмотрим куда людей переправит что тут у нас труд без конца сэр люди вымотаны до предела у некоторых продление смены много не подряд нет нет терпим дом построен лесопилка сейчас построят что по больницам тут 0 пациентов тут один тут 10 15 20 25 этот мы снесем тут дом может к ним потом разведчики пришли старый покрытый джавчиной автомат он похоже он давно здесь застрял если бы в юга не вымела его на поверхность мы бы не нашли только сталь блин я на ядро рассчитывал мы нашли огромного ржавого автоматона стандартная модель вероятно winter home использовал его для полевых работ и строительство скорее всего получил серьезные повреждения был списан парового ядра нет но на сталь сгодится так тут еще какие-то блин не надо возвращаться домой надо ресурсы эти скинуть надо возвращаться домой что у нас с этими ребятами нам надо насос починить но я людей не хочу им отдавать у меня не так не очень много сейчас секунду сначала тут достроимся а потом будем посмотреть лимит но это пока нормально сейчас этот лимит быстро съедятся скажу я вам оптимизация угля это хорошо так сюда 10 человек ставим извините парни но придется работать и обогрев врубаем низкий риск заболеть ладно без обогрева посмотрим как будет что тут вот это я думаю нужно взять можно улучшение лица пилки взять она сейчас больше территории до нет эффективность угольная печь не наш вариант у нас и так леса нет чтобы еще на углево скидывать фабрика я автоматонов на фабрике делать не могу случайно только протезы что ли я смотрю тут просто я не знаю если я могу делать автоматонов здесь то надо фабрику ставить камон это же автоматоны надо потихоньку перестраивать дома в бараке палатки точнее в бараке и наверно улучшить лесопилку все таки это недорого это довольно быстро будет 8 часов это займет давай что это мне будет стоить 10 стали 12 древесины блин дороговато надо пока дальние рубежи застраивать давай так раз два три вот так люди бездомные сразу стали но сейчас я думаю мы эту проблему решим капитан некоторые обеспокоены низкой температурой жилищах нет я не думаю что с ним справлюсь придется им потерпеть я могу конечно печки врубить но два дня там еще температура упадет я просто не смогу это обещание выполнить так давайте быстрее дома строить а то сейчас люди заболеют но и законы похоронная церемония суп пищевые добавки пап можно папа еще построить это нормальная тема недовольство понижать радикальное лечение или поддержание жизни в комментариях был там диалог что можно поддержание жизни взять раз я лазарет я просто обычно беру радикальное лечение но поскольку у меня уже есть лазареты чтобы не плодить коллег и потом не ставить фабрику и делать им протезы можно в принципе взять поддержание жизнь недовольство немного усилится тяжело больные не получат лечение остаются обузы для других тяжело больных будет занимать койки в санпунктах но в лазаретах то они будут лечиться надежды увеличить недовольство так давайте пока не будем это трогать я посмотрю сейчас может что-то есть более интересное например пап да для настроения скажем так сколько он стоит недорого давай папу сделаем а там уже посмотрим там второй уровень тепла в пабе надо куда-нибудь его поставить чтобы он не отсвечивал скажем так особо так есть тут же теплее чем в палатках тут теплее чем палатках надо запросить у наших друзей лес мы немножко страдаем а благосклонность не растет твою мать надо им помогать до чтобы благосклонность выросла лес они нам не хотят отправлять они на провиант отправят количество больных резко уменьшилось это хорошо оставим в пап сюда надежды растет недовольство упало это великолепно ставим пятерых чтоб люди повеселее себя чувствовали а вот с лесом конечно траблы небольшие скажем так у нас прохладно здесь ну ладно если люди заболеют мы их я не буду пока врубать что у нас там по расходу для расход 104 в день ну потому что мы не врубили печки вот станет похолоднее а там еще холоде холоднее будет элемент это хреново тут мы ковыряемся потихоньку я могу еще один разведотряд сделать серьезным не лимит лимит давайте глянем что там про развед отрядом только на четвертом это через два уровня это очень долго я так и думал что мне не позволят разведчиков кладить тут как не в себя да так но люди вроде радуется он все идет хорошо не сглазить бы твою это мать но эти ребята за работу лесопилку доделали ожидает детская шахта когда мы последний раз отправляли сюда людей шахта была населена мы видим дым явно живут люди мы зашли внутрь оказывается шахтные штрейки опускающийся намного ниже уровня мерзлоты стали прибежищем для десятков детей кучки хриплых хрупких стариков горные комбайны давно вышли из строя теперь уголь добывают дети маленький рост позволяет им легко перемещаться по тоннелям дети горды самостоятельностью и не желают перебираться к нам мы можем помочь им улучшить условия в обмен на уголь мы сможем и мы нашли народ мы нашли поселение с детьми которые ковыряют уголь вот это поворот я вообще не ожидал я думаю тут максимум найдем пару детей к себе а это поселение который готова нами с нами меняться углем на что-то блин это круто это круто мы их поддержим конечно же мы их поддержим сюда надо отправить это да торговую базу да так значит вы домой у вас что кармане как не чекнуть то вот у вас в кармане лес еда у вас тоже ли сдавайте домой 23 часа погнали сюда надо отправить отряд блин как дорого начать делать отправляем нам нужно налаживать общение поселениями с другими просто по лесу я сейчас в жопе надежда еще подросла так люди немного болеют общего и не в больницах а если они болеют нами потому что на работе да вообще ноль пациентов так тут я скорее всего ничего не изучу уже хотя сейчас дерево будет ковыряться быстрее вот это надо сделать давай работаем ребята работаем тут что в чем проблема почти максимум угля надо ставить склад для угля а склад стоит до хрена мне даже на него ресурсов не хватает ничего пока не будем ставить сейчас включим печь и заброшенная тони когда это когда-то было отличное место для рыбалки пока море не замерзла и все не скрылось под снегом ветер смел снег приоткрывая обломки рыбацких хижин сквозь лед видны развалины рыбацкой хижины дерево разбилась щепки она нам не пригодится руины обсерватории забрать ресурсы так ребята давайте домой а потом скинем леса а потом опять отправимся так благосклонность средняя я вот думаю сейчас лес или еду запросить еду нам принесут нами лучше лес нас проблемы можете нам помочь нам нужна древесина спасибо и давайте спросим что у них там я можем помочь жильем медицинами разобрались теперь можем сосредоточиться на производстве еды с вашей помощью могли починить насос и расширить территорию для культивации нам понадобится больше людей мы подумаем а вот с людьми там нечет напряжен очка а тех 27 людей которых я там оставил как последняя они бы конечно сейчас помогли вот это можем сделать да они об этом тоже просили давай правда лиц опять просядет но лес мы пока ковыряем и плюс наши ребята сейчас лес должны принести так а в чем проблема то а почти максимум угля блин угля максимум это плохо а склад я пока не могу поставить надо склад для угля поставить как-то дорого но надо так делаем так тут у нас а тут у нас дети работают блин я хотел их на стройку отправить а тут дети работают давай-ка пока так нужно чтобы кто-то построил склад все смена закончилась а склады построит так мы выучили подъемники надо третий уровень учить 100 дерева надо накопить так есть принесли отлично так ожидает куда вас отправить а вот сюда наверное давайте сюда еду принесли так пришли к детишкам строим торговую базу 47 человек тут благосклонная средняя груз отсутствует переговоры пока не доступны надо подождать да насколько я помню вот детишки детская шахта благодарим за торговую базу теперь можем помогать друг другу кое-что еще чем можем вам помочь нам катастрофически не хватает базовых подстроек будем благодарны если поможете нам базовое здравоохранение временные жилища еще нам нужны пайки без них мы долго не протянем интересно так давай сначала у них попросим почему бы нет 100 угля сталь 50 давай наверно пока уголь нет давай опять дерево запросим у меня дерево общение то я сейчас все улучшаю сталь мы ковыряем пока древесину посмотрим чем мы можем помочь базовая медицина им нужно главное тут все не в ущерб себе делать вот в чем суть груз с вещевыми пайками да я в принципе могу я думаю могу сейчас нас подковыряют плюс у нас отряд 2 сейчас принесет пайки и сырую еду немного я думаю мы справимся тут понятно какое у нас отношение с этими нейтралитет с этими уже пока не тралитет сейчас похолодает потом будет потепление но всего на один уровень так учим горячие ключи средний сейчас у горячих ключей еще будем просить и попросим наверное у них еду все вот так до поставки еды почему бы и нет минус 40 ребятки добро пожаловать в а врубаем не ждем 8 а там посмотрим час обогрева мы врубаем вернулась в город отлично так вы идете туда это будет долго тут у нас булки с хлебом идут а здесь у нас руины обсерватории давай давай тогда там исследовать один день и 10 часов тут 12 часов давай до сюда а потом пойдем руины так у нас 8 часов надо посмотреть по температурам тут прохладно тут уже этот не справляется надо врубать если мы сделаем вот так и сделаем вот так тут будет приемлемо отлично сам пунктах надо врубить поведя вот так вот я просто думаю сэкономить мы сможем нет ни хрена не сможем а пока не работает я не знаю как на фабе по температуре будет гадя вот тут наверно сможем да этот один меньше жрет чем вот эти два тут у нас что мастерская барак в бараке тоже холодно блин надо на ночь будет подрубать наверное так лесопилка включаем там приемлемо сейчас уголь полетит конечно в минус я думаю посмотрим я уже жалею что этих 27 человек не взял конечно очень жалею что-то я не досчитал как обычно блин чем тут проблемы какой лимит хранения ребята а вот здесь лимит хранения понял принял тут работает максимум тут работают дети да 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 кроме детей там некому работать и нет можно сделать вот так быстрее собирали а сюда поставить а детишек сюда не поставить печально а детишек я никуда не поставлю да один инженер доступен с пациентами пока вообще проблем нет все пациенты пока лежат в лазарете и это очень хорошо может вторую мастерскую бахнуть чтобы быстрее изучали а почему бы и нет я из лазаретов могу туда инженеров переправить наверное да это не очень дорогое удовольствие куда-нибудь поставить только вот сюда наверное нам нужно нам нужно закон лапер какой-нибудь она сделать и нам нужно грейдить дома только дома надо грейдить не сейчас у нас 11 8 до 2 человек у нас свободны но они пойдут стоит оставить мастерскую пусть сначала мастерскую построить потом уже дома то люди будут бездомные хотя сейчас люди все на работе так что это не страшно так на дальних рубежах у нас вот и вот есть изучено что труд без конца вымотанных обычные смены просто следующие три дня это это не очень хорошо следующие три дня как раз будет мороз нет ребята терпим терпим и не скулим я совсем нелегко почему никто не строит у меня два человека где-то было надо откуда-то потянуть пару людей давай наверно инженеров скинем пусть они пойдут построят они сразу дома начали строить я думаю будет 1 груз на месте шахта это хорошо ставим обратно сейчас будет 6 вечера и сейчас все быстренько достроит так надо что-то изучать я задинул 4 3 уровень сюда дом механизация лазарета меньше инженеров вкусно но не сейчас наверное паровая угольная шахта еще вкуснее блин не нужно на самом деле изоляция склада что это на армейской склад станет теплее это тоже нужно ну дальше протезы вот это сейчас будем делать удвоих расход угля понятно вот это надо так надо 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 короче изучать правильное строим мастерскую надо сейчас быстро все это изучать радиус печей сначала потому что как раз там один день будет дубак лютейший минус 50 надо будет обогревать холод в жилищах обогреем часть домов давай сколько надо обогреть 5 сейчас вот так блин пары тут палатки а эти дома я не захватываю до два дома нужно вот тут ставить еще один генератор так секунду ставим ставим обогреватель потом возможно его снесем далее пап так много народу там не надо оставим троих и передам и сука нужно еще надо просто перестроить быстренько еще один дом темпу темпу ребята работаем так перевал как мы и надеялись нам удалось искать безопасный проход на другую сторону еще нашли неплохое место для привала популярный маршрут похоже этим маршрутом через горы пользуются не только мы судя по потухшему костру и другим признакам здесь ничего ли людям довольно давно ущелье мертвецов пошли в ищелье мертвецов звучит конечно угрожающе но так тут что тут пока ничего тут ремонт домов давай поможем ребятам руины подойдя ближе мы увидели все что осталось от здания одна стена обращенная к нам сталь дерево купол обвалился уже давно вера ты под весом снега мороз довершил разрушение в юга прибрала останки здесь для нас ничего нет склад товаров склад товаров звучит жирно пойдем так есть надо их обогревать вот что самое страшное что меня пугает честно говоря это обогрев углю растем что с углем до уголь в плюсе хорошо хорошо как я рад прям не представляете в плюсе делаем так отсюда убираем сюда ставим наверно один лазарет еще снести потом снесем поставим него зарято сам пункт поставил лазарет пока ковыряются 12 человек 8 детей 4 рабочих понял принял тут у нас лес ковыряют здесь добывают но не очень быстро потому что я активно все это расходу на грейды ждем сейчас уголь отправили на ремонт домов пока благоскованность низкая ладно пока помогаем чем можем люди нужны так если я вырублю туда будет прохладно не не надо вырубать погодите за счет двойного блин а я чё-то не посмотрел про двойной радиус точнее про двойной расход угля я не обратил внимание так ну а вот тогда я просто смотрю тут какая-то лишняя будет получается а этот у нас не включен а тут у нас никто не работает значит пока лишних никаких нет надо перестраивать дома будет еще холоднее люди там просто не смогут выживать погони перестраивать дома у нас есть строители четыре человека сейчас ждем пока great вот жаль я уже говорил основной компании почему в бараках нет обогревателя ладно в палатках нет в бараках то можно было уже поставить ну ну вот это можно взять но пока нет пока нет там что-то я поинтереснее видел паровую шахту изоляция склада изоляции склада берем механизатор лазарета вот мнение механизация давай лазарета изоляцию склада берем чтобы там было теплее потому что люди там охеревают даже с двойным обогревателем законы чё по законам пап самогон ну можно бухлишко дом удовольствия ни за что я уже стоил строил дом удовольствия в последней осени и там у нас проститутки заболели из заразили клиентов это конечно было и аска поддержание жизни даст нам дом опеки наверно самогончик каждая выдача еды будет немного снижать недовольство поедание супа будет вызывать меньше недовольства но это если я это если бы я сделал суп из опилок да маня пустой суп а вот у нас любимые опилочки кто у нас фанат ступы из опилок ставьте лайк под видео я думаю многие любят похрустеть опилочками в супе и наверно наверно блин поставим самогон почему бы собственно и нет ну плюс люди согреваться будут взбодриться смогут конечно может вызвать это событие нехорошие что тут алкоголики начнут буянить но я думаю мы их постараемся как-то усмирить наверное так с утра выпил весь день свободен ах ты хитрый живут и утра выпил весь день свободен я тебя запомнил мужик зря ты так бросаешься такими фразами как нам бы еды запросить к не честно говоря что-то у нас по идее просадка у горячих ключей спасибо а вы этих можно взять у шахты можно взять они чё на это не можно что у них может сталь можно взять потом этой стали им же и подсобить хотя им нам нужны инженеры давай стали возьмем надо им помогать я перестал им помогать но для этого нам нужны люди у меня людей блин нет нужно пять инженеров откуда-то выдернуть и не только инженеров допустим чтобы ключам помочь нам нужны или 10 рабочих или пять инженеров здесь нужно пять инженеров для медицины я конечно могу блин скастить тут сцедить этих инженеров мне общение есть нет меня ни одного нет склад товара еда пайки небольшой товарный склад на перепутье дороги ведут на север нью-нолдену и на восток горам чтобы не было на складе она нам не принадлежит впрочем она никому не принадлежит мы взломали дверь внутри как мы и думали пара консервных банок замороженное мясо то что нам пригодится забираем уединенный лагерь пойдем там могут быть людям дали ущелье мертвецов приблизившись мы поняли что это не камни огромные ржавые клетки внутри мертвые тела и вокруг тоже людей убили какое-то время назад их останки уже обглодали животные тела разбросаны без всякого порядка и почтения тут рабовладельство рабовладельчество процветает что ли если у нас и были сомнения попали ли тела во враг случайно знак рядом их развеивает один человек не должен править другими никогда каторжники морозных земель вероятные тела надсмотрщиков которые следили за каторжными работами в морозных землях вот она что забираем сталь и идем в лагерь у корабля могут быть люди там может быть еще один дружественные дружественное поселение еще одну груз на месте детская шахта хорошо нам нужно шаг туда второго уровня опнуть для этого нам нужно 5 инженеров где-то дернуть на складе мало места до отлично как раз успели за две минуты до восьми мы прокачали теперь тут тепло меньше шансов что люди заболеют так я бы конечно вот это взял хотя вроде сейчас у нас углем вообще никаких траблов нет поэтому может повременить и допустим механизация лазарета сократит нам как раз даст нам эти пять инженеров не ума и о чем я думаю давай что такое отсутствующим по болезни так вот никого и лечить то не надо я принципе могу уже отправить я просто боюсь что если сейчас переполнится больше десяти а у меня не будет инженеров придется их распихивать с лазарета куда-нибудь сюда я я могу убрать эти пять построить еще один лазарет да вы мне так и говорили вроде в комментариях типа строящего лазарет и ябра есть чё там на лазарет нужно на еще один тем более обогрев у них лучше 20 стали дороговато конечно но почему бы еда вот сюда его бабахнуть у продукт на не бабах нежно он заходит за это да а тут я на к союду извиняюсь по-другому не назвать это строитель хренов блин вот сюда то я вот тут убрал лазарет один до дачу не поставлю я могу в принципе вот этот барак а это барак уже блин один сказать барак снести поставить сюда можно и здесь обогреватель его цепляет делаем лазарет ставим туда пятерых почему бы и да ставим и проблема по сути то будет закрыта скажем так вот это можно убрать вот отсюда убираем инженеров сюда их ставим тут у нас получается 10 20 эти пусть пока стоял что с домами давай хотя бы один так еда опять заканчивается надо нам торгануть с ними чтобы они нам еду дали на 50 стали нужно да я всю сталь профукал лагерю корабля так вокруг корабля разбито поселение вероятно для наступления мороза здесь было море поселение людное но его обитатели встретили нас с недоверием и даже враждебности да топорик то убери мужик заключенных широко использовали в морозных землях на строительстве генераторов их привлекали лживыми обещаниями амнистии и возвращения домой большинство так и погибло здесь корабли перевозили их с одной стройки на другую некоторые бунтовали и эти похоже успешно они убили охрану захватили корабль и основали свое поселение подальше от власти лондона так еще одно поселение с зэками бывшими зэками остов корабля отапливаем паровыми котлами помог им пережить в югу узнав что вы тоже взбунтовались против метрополии они стали смотреть дружелюбнее мне под предыдущим прохождением под последней осенью вы писали что если бы я выбрал инженеров да то там вроде можно было бы использовать зэков вот это как раз эта тема зэков для строительства я имею ввиду скажите как он называется генератора отличные новости у нас новые товарищи но отличные и плохие в то же время у меня нет людей которых я могу туда отправить отряд разведотряд у меня нет людей свободных у меня только дети уединенный лагерь мы видим несколько палаток обнесенных колючей проволокой на значительном расстоянии от лагеря местность патрулирует несколько человек возможно охрана это что такое внимательно осмотр показал что это карантинный центр не лондона похоже наше бывшее митрополия подверглась эпидемии пыталась подавить ее отселяя зараженных мы обошли здание по широкой дуге чтобы не привлекать внимание а вне лондоне какая-то эпидемия к вид что ли начался пацаны вы чё глубокая трещина надо пойдем трещину зайдем так мы готовы к новому дню блин я похоже с обосрусь с обогревом домов твою мать надо изучать было улучшенные обогреватели потому сейчас будет дубак я не успею ему конечно смену поставить на на придется смену ставить 24 часовую там же есть до улучшенный поддув да иначе я провалю обещание а 22 часа ах тайн холодно и не знаю через сколько тут таймера нет на следующий день нам протянули протяну хотя бы 12 можете не успею сейчас это все выучить посмотрим так есть у нас есть инженеры как раз пять человек надо их отправить детишкам базовую медицину им вкачать или насрать на детишек и отправить им игре горячие ключи не давайте детишкам апнем второй уровень все таки что в чем проблема нет ресурсов да потому что тут все закончилось да да делаем так доставим детей беспорядки поставки еды в детскую шахту привели к полному кошмару дети дерутся за пойти старший отбираю все младшие голодают часть еды просто затапливают в драке и твою мать вот оно отсутствие руководства и кучи детей но медицина я думаю поможет хотя бы рано залечить я не знаю так у нас едой травмы ребятки у нас едой травмы причем такие серьезные скажу я вам но надо еду у них просить опять секунду у нас с ними средняя да да я могу еще торгануть у них потому что это по идее просел замерзшее море мы стоим у края череды ледяных волн тянущиеся в горизонтах замерзшее море раньше здесь было морской побережье теперь это сплошной ледник вид захватывает дух на горизонте над волнами возвращается какой-то силы корабль призрак пойдем кораблю призрак и потом домой мы стоим на краю огромной ледяной расщельми трудное препятствие мы выяснили что расщельный уходит за ледяной покров глубоко в скалу возможно это результат тектонического движения но камень мог треснуть и под тяжестью льда щель такая глубокая что брошенные в нее куски льда исчезают без звука кроме того она еще довольно широко широкая пересечь и быть непросто обнаружены места снегоход ну ладно давай надо уже возвращаться ресурсы надо принести я принципе могу упор сделать пока на уголь у нас шесть паровых ядер куда нам столько улучшенный поддув так вы сразу второй уровень до врубаете ребятки я так понимаю надо везде в то где включена сейчас второй уровень поставить чтобы не обосраться потому что нет 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 тихо тихо аккуратно аккуратно так я смогу при я смогу их переключать я смогу их переключать вот я тупой критин так тут не включена тут не надо тут 2 2 везде 2 один только не работает но это нам и не надо есть нам сейчас надо удержать тепло чтоб люди не бесились я думаю можно было и так по времени это 11 часов успею вроде вроде нет 11 дней не успею надеюсь поможет это не сильно мороз долбанет что мы продержимся тут что еще оптимизация паровая шахта хорошо но пока не горит это мы не ставим лес не хочу расходовать эффективный сбор большой склад еда дом кухня надо вот это брать надо вот это брать нам нужно 75 стали давайте на самом деле пока переключимся только на сталь на какое-то время можно вот это взять мелочи приятно пока что блин а мощный срочно нужен найти людей где-то не нужно отряд отправлять а у меня тупо нет людей так еду нам притащили но этого мало благодарим за выставленных медиков увы коек пока меньше чем больных и мы замечаем что самые маленькие обычно оттесняют в конце в конец очереди можно приказать медикам начать самых тяжело под больных пациентов или же дети организуют очередность сами блин вот это выборы конечно я не хочу с ними сраться мне нужна будет их помощь хотя в детстве уж грубо говоря это дети какая с них помощь только уголь они будут нам поставлять там еще и взрослые есть давайте пусть сами организуются мы не вмешиваемся в их дела второй уровень моим от 0 корабль призрак пойти так и есть это корабль на веке застрявшие замерзшем море вокруг него причудливыми волнами разрушаются куски льда на этом корабле перевозили сотни заключенных их тела по-прежнему заперты в клетках команда корабля тоже далеко не ушла мы нашли их останки в каютах на борту по-прежнему полно еды можем забрать вот только мы не знаем из-за чего умерли заключенные команда я думаю хотя много еды может они замерзли это просто корабль у нас не потравились бы все забираем еду не отдадим вот этим ребятам ладно шутки в сторону забираем еда и возвращаемся домой снегоход сталь я честно говоря думал что мы снегоход сможем использовать пропавший снегоход замерзшие тела водителя по-прежнему внутри такие снегоходы использовали для разведки во время экспедиции но никогда поодиночке слишком опасно пересекать морозные земли в чем-то настолько маленьком это значит что когда-то давно здесь проходила колонна причем вероятно в спешке иначе бы похоронили беднягу ну ладно давай просто сюда потом возвращаться будет очень долго так что давай додалово исследовать меня напрягают проблемы с едой надо вот этот грядить надо улучшать горячие ключи чтобы с едой проблем не было вы мне писали в комментариях что потом можно будет какую-то дорогу построить чтобы постоянные поставки еды были но ресурсы которые предоставляют это поселение поэтому 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 драта упала надеюсь я обогрел дома ну не все конечно но я подрубил так тут уже холодно да тут прохладно тут прохладно тут холодно но он пока не заработал здесь прохладно скоро потеплеет потом опять упадет температура но тепло в домах мы поддержали да надежда растет но с надеждой так правда все нормально но сам факт нормально только остались несколько палаток на его не могу сейчас перестраивать просто не могу мне нужно накопить сталь вот у нас ребята ковыряют сталь по 10 час это хорошо аха дерево закончилось носим и ставим 10 рабочих да а кто тогда у меня пойдет на это дело хороший вопрос сейчас потеплеет принципе я могу вот этих 10 отправить туда мне люди нужны мне очень сильно нужны люди и стали они как накопить пока не могу так надо этих попросить уголь нам не нужен древесины нам не нужно давайте нам стали мне надо просто повышать отношения вот с горячими ключами чтобы у нас еда постоянно было даже не знаю даже не знаю тут одного человека в побед поставить на лес поставить тогда не не всех а человек 8 еще много предстоит сделать работа на месте рабочей силы нужно помочь местным и в наших людей здравоохранения ладно пока пока делаем так давай так надеюсь я не пожалею посмотрим лучший склад ресурсов потом копим сталь надо 75 стали накопить сюда ставим шестерых ставим увеличенную смену обогреватель рубаем них прохладненько но если что в больничке от лежатся я не знаю копим сталь рут без конца терпим сейчас дерево почти все уйдет ну ладно нам нужен это апгрейд как еда идет тридцатка стали еще немножко идет тяжелый грузовой прицеп застрявшие в ледяной расщелине такие обычно перевозили с помощью дредноутов память о гигантах ни хрена себе он действительно здоровый глядя на это гигантский прицеп невозможно не восхищаться мощью дредноутов бразильщик марс морозные земли до в юге десятками перевозивших людей на север куда направлялась эта колонна к сожалению никогда не узнаем буря навеки замела их следы забрать рез и так это все это . конечная до один день сюда мы будем идти ладно погнали домой сразу сколько это будет один день и 15 часов а досюда один день и 11 часов на то же самое погнали сразу с домой потом просто пойдем вот сюда вот так вот так как тут так я думаю в чем проблема тут максимум да да это хорошо можем опять отсюда снять людей это великолепно сюда поставить у нас еще шестеро есть оставить сюда двоих и двое пусть плюют в потолок наверно двоих сюда одного двоих двоих пусть настройки если что так теперь уголь у нас конечно расход у нас угля теперь лютый у нас потепление скоро будет она сейчас посмотреть можно это счет отключить тут отрубаем тут отрубаем и тут отрубаем плюс тут надо ставить ну и на радиус поменьше не радиус поменьше не вариант пока так пришла еда и пришла сталь да да тут мы помогли им осталось только базовая медицина мне где-то пять инженеров надо стрелять нам у них запросить еды это тут низкий до низкий низкий восстановление угольные шахты то угля нам за это пришлет это очень дорого сейчас потеплее будет отключим эти в опять подкопим уголь как потеплее относительно потеплее скажем так ну что угли мы сейчас проседаем нужно угольную шахту улучшенную изучать будет нас выбора нет так это вы да а вы откуда вы отсюда я понял когда не будем терять время не отправляем вас сюда на мост так у нас потепление хорошо можно немножко вот эти дела все подключать а это у нас вообще был выключен до итак тепло вроде как не ни хрена не тепло 8 часов посмотрим что по температурам не тут прохладно все равно нормально а тут никто не работает так мы вычили четвертый уровень господа уголь пока в плюсе но на минималке надо сейчас срочно учить нам если есть возможность ага новая технология добычи есть нет надо вот это потом уже новые технологии добычи потому что сейчас будет опять холодно и уголь опять уйдет в минусы мы тогда прогорим вообще давайте наверно заканчивать на сегодня событий довольно много произошло людей не хватает также я жалею что эти 27 человек отбрил господи какой же дебил надо было взять яйца в кулак и притащите к себе 27 этаж много 30 рабочих рук да мне правда инженеры нужны чтобы грейдите отношения с поселениями вот эти бы люди мне не особо помогли но все равно я бы мог я не знаю что я бы мог я бы мог это кучу собрать угля я бы мог строй отряд разве строй отряд правильно строй отряд я бы мог еще один отправить который мне так нужен к зэкам может зэки бы людьми со мной делились я не знаю чем зэки бы самой сталью наверно выделились не людьми а сталью но сам факт это печально его часть хожу по всем точкам еще людей пока никого не могу найти реново ладно нашли шахту с детьми грейдинг поселения горячие ключи потому что по идее что-то мне как-то стремновато становится все это дело наблюдать а потом что еще нашли лагерь у корабля с зэками бывшими языками до которых заставляли работать на стройке генераторов и разведывали все вот эту часть вот эту всю тут вот у нас осталось короче работы надо упираться в улучшение потому что не знаю как долго еще лондон будет молчать но он не будет молчать бесконечно надо быть готовым и также лазареты ставим спасибо вам за комментарии с вашей подачи я активнее задумался про лазареты и действительно это прям это прям отличная тема в них теплее в них мы их проапгрейдили у нас там всего по 5 инженеров в них можно лечить тяжело больных вообще у нас надежда на максимуме больных по минимуму пока ничего не буду говорить идет как идет короче на этом на сегодня все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал если еще не подписаны пишите комментарии пишите советы это все очень помогает в прохождении придает сил так сказать я все читаю за все комментарии за это вам благодарен так что пишите также ставьте лайки помогает продвижению привлекает новых зрителей и подписывайтесь на контакт youtube там я укладываю все то же самое плюс твич это идут рестримы с ютуба подписывайтесь на twitch там надо 50 фолловеров добить чтобы повысить битрейт это раз два чтобы ввести баллы канала и 3 чтобы можно было делать прогнозы так что если вам не сложно зайдите подпишитесь на twitch там нужно добить иное количество людей я вам буду за это тоже очень благодарен вся инфа по стримам у нас выходит на ютубе в сообществе в группе вконтакте и в дискорде залетайте в дискорд ссылка в описании там у нас такая теплая атмосфера скажем так можете пообщаться с другими подписчиками со мной задать вопросы какие то если у вас имеются и посоветовать свою игру для прохождения или для стрима фростпанк мы скоро закончим так или иначе так что залетайте в дискорд пишите ваши варианты будем смотреть будем думать ссылка в описании на этом еще раз всем спасибо но самое главное помните не будьте такими сухарями как я помогайте людям иначе тех людей которые вы бросили вам как раз и не будет хватать всем спасибо всем счастливо